всем привет сегодня мы продолжаем изучать химию и на этот раз речь пойдет о растворах что такое раствор люди пытались понять давно и пытались понять как они устроены и изначально думали что это некий физический процесс когда одно вещество смешивается с другим но когда были проведены некоторые эксперименты то увидели что в ходе таких реакций растворения температура может меняться если меняется температура значит теплота либо выделяется либо поглощается а выделение или поглощение теплоты является признаком химической реакции и в итоге было решено что растворение это физико-химический процесс протекающие между твердыми веществами и жидкостью и сопровождающийся переходом твердой фазы в раствор и так любой раствор будет состоять из растворенного вещества растворителя и продуктов взаимодействия этих двух компонентов достаточно часто растворителем является вода если мы говорим о полярных каких-то веществах вспоминаем тему химических связей если вещество неполярное то имеет неполярную химическую связь то воде она растворяться не будет и тогда нам нужны неполярные растворители и чаще всего неполярными растворителями будут являться органические соединения существует несколько факторов которые могут повлиять на растворимость того или иного вещества первую очередь эта температура надеюсь что вы сейчас замечали что как только стало холоднее дороги начали посыпать солью и заметим что при разных температурах растворимость соли будет в воде абсолютно разная так вот если например соль мы будем пытаться растворить в холодной воде то растворяться она будет значительно хуже чем если бы мы постарались растворить эту соль в горячей воде здесь видите график как разные соли растворяются при разных температурах наоборот газы будут растворяться в отличие от солей при меньших температурах чем ниже температура тем лучше будет растворяться газ в той или иной жидкости кроме того на растворение газа будет влиять давление чем больше будет давление тем лучше будет растворяться газ это нужно учитывать аквалангистам которые спускаются и исследуют водные просторы и когда они поднимаются вверх они должны это делать постепенно чтобы давление постепенно снижалось раствор по своей концентрации можно выделить на насыщенные ненасыщенные и пересыщенные что такое насыщенный раствор это раствор в котором при данной температуре вещество больше не будет растворяться то есть растворено максимум возможного вещества наоборот ненасыщенный это такой раствор когда мы можем еще немного растворить вещества опять же при данной температуре при одно и то же и наоборот перенасыщенный раствор это раствор которым при данной температуре в растворенном состоянии находится больше вещества чем его насыщенными растворами при тех же условиях из перенасыщенных растворов мы можем создавать кристаллы если мы нагреем раствор тогда мы сможем растворить в нем больше соли и затем при охлаждении будет вещество твердо кристаллизовываться таким образом мы можем получить кристаллы примерно как на данном снимке кристаллы гидраты это те вещества те соли в состав которую будет входить вода и гидрат это в принципе те вещества которые будут образовываться в растворах и гидраты могут быть стойкими не очень стойкими так вот кристаллы гидраты это стойкие соединения соли и воды каждая соль может соединять определенное количество молекул воды наиболее известны кристаллы гидраты это медный купорос это соль которая содержит одну молекулу сульфата меди и 5 молекул воды именно вода дает этой соли такой насыщенный голубой оттенок и гипс это соединение сульфата кальция с двумя молекулами воды по растворимости все вещества мы можем разделить на три большие группы в зависимости от того какое количество вещества может раствориться в 100 граммах воды если в 100 граммах воды растворяется больше одного грамма вещества то такие соединения будут называться растворимыми если может раствориться от одной сотой до одного грамма то такие вещества будут классифицироваться как малорастворимые ну а если будет растворяться меньше 0,01 грамма, то такие вещества будут являться нерастворимыми. То есть чисто в теории все вещества могут образовывать растворы, и все растворимы. Только растворимость эта будет разная. И определить растворимость мы всегда можем по таблице растворимости солей, оснований и кислот в воде. Обратите внимание, что все кислоты фактически у нас растворимы, за исключением кремниевой кислоты. И опять же, если мы говорим про основания, то вначале идут растворимые основания, которые будут называться щелочи, а дальше следуют нерастворимые основания. Если мы говорим про соли, то соли, которые содержат катионы щелочных металлов, они будут растворимы, а соли других металлов там нужно уже внимательно смотреть. Если речь идет про галогениды, то есть хлориды, бромиды и эдиты, то в большинстве своем они будут растворимы. А если мы говорим про другие кислотные остатки, то там уже смотрим конкретно по таблице и выбираем определенную клетку. Если стоит в клетке прочерк, то такое вещество может разлагаться в воде или не существовать. Поэтому будьте внимательны, когда будете писать химические реакции. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!